МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире существует два армянских государства. Гильермо Караманян, часть 1. Наследие предков Лоранс-Эро. Отказ в Восточной Армении от претензий к Баку в международных инстанциях нанесет непоправимый ущерб. Восточная Армения и ЕС после деарменизации Арцаха. Конференция в Свободном университете Брюсселя. Армянская идентичность. Исламизированные армяне. Церковь Суб Аминапер Кичкар Кыжане – мишень азербайджанской пропаганды. Согласно действующему международному праву, существует два армянских государства. Прежде всего, я хотел бы сообщить всем армянам, читающим эту статью, что недавно президент Республики Западной Армении Лития Маркосян назначила меня послом Республики Западной Армении в Аргентинской Республике. Это большая честь для меня и моей семьи. Назначение является историческим, так как я первый посол нашего любимого государства, которое было создано благодаря усилиям труду и интеллекту наших армянских старейшин и героев. Я четко понимаю, что позиции не должны быть выставлены на показ перед нашими соотечественниками, а должны быть подтверждены и уважаемы перед всем международным сообществом. После публичных заявлений, сделанных недавно в Ереване и опубликованных в мировой прессе, которые пытаются отрицать территориальную принадлежность Армении за пределами 29 800 квадратных километров Республики Армении, я считаю необходимым обеспечить видение и концептуальную ясность, чтобы точно понять историческую, правовую и территориальную реальность армянского народа. Мы должны знать, что в этих публичных заявлениях объективно верно, а что объективно ложно. Для лучшего понимания я начну с конца, чтобы, зная, что такое реальность, вы могли понять, как мы к ней пришли. В качестве посла Республики Западной Армении я подтверждаю. Нахидживан, Арцах, Джавах, Карс, Ардаган, Манасгерт, Ван, Ерзенка, Ерзрум, Диарбекир, Трапезун, Битли, Сивас, Харпут, Муш и Сасун являются армянскими провинциями, что признано международным публичным правом. Первая часть тостей посла Республики Западной Армения в Аргентинской республике Гильермо Караманяна доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Наследие предков Лоранс Эро. Нам не пришлось долго ждать, чтобы увидеть на практике поразительный результат ясных намерений новых обитателей мест столь часто различавшихся на протяжении тысячелетий, сменивших друг друга на армянской земле всем тем, кто вдохнул жизнь земли своими руками, своим искусством и своими идеями. Это священники, ученые и известные люди сделали свою страну священным местом, вдохновляя собой многие древние города, от щедрых деревьев, символизирующих жизнь до колес вечности, которые движутся повсюду. Богатство народа присутствует в каждой церкви, на каждом надгробе, в каждом живом фонтане, в каждой травинке, в ее танце, в ее музыке. От красных гранатов до побегов винограда, от изумрудных лесов до прозрачных водопадов, к озерам, отражающим эти символические горы, кто теперь охраняет все эти скрытые сокровища. Эти места известны прекрасными плодами. Драгоценное наследие нашего человечества, которое мы хотим передать нашим внукам. Статуи почитаемых героев жестоко разрушаются. Разбитые и разрушены здания, кресты сорваны с памятников. Это и есть доказательство этого парварства. В одиночестве в воскверненных местах души усопших стерегут любимую землю. От ущелья до вершин по крутым тропам. Их дыхание ласкает кипарисы. С нетерпением мы ждем более светлых племен. Правозащитники и международные эксперты распространили заявление. Отказ Восточной Армении от претензий к Баку в международных инстанциях нанесет непоправимый ущерб Армении и армянскому народу. В заявлении, в частности, говорится, заявления, которые озвучиваются на самом высоком уровне, абсолютно неприемлемы. Жалобы против Баку имеют стратегическую цель в плане обеспечения международной ответственности за нарушение прав Армении и армян Арцаха. Армян в целом. Они являются незаменимым инструментом для защиты наших коллективных и частных прав и международного правосудия. Без международного правосудия невозможно предотвратить новые акты посягательства азербайджанцев против Армении и армянского народа, захват суверенных территорий Армении и прочее. Эти процессы в международных судебных инстанциях необходимы для расследования преступлений против народа Арцаха и защиты коллективных прав. Они имеют важное значение для коллективного возвращения народа Арцаха, защиты духовно-культурного наследия, защиты общественной и частной собственности в Арцахе, а также обеспечение там безопасной и достойной жизни с гарантией механизмов международной защиты после возвращения. Более того, подданным жалобами и исками Республика Западная Армения взяла на себя обязательство защитить права пострадавших от азербайджанских преступлений, в том числе имущественные и другие права относительно перемещенных арцахских армян. В результате люди воздержались от подачи индивидуальных жалоб в международные судебные инстанции. Западная Армения продолжает свою борьбу за Арцах. В Свободном университете Брюсселя состоялся форум Армении и ЕС после депопуляции Арцаха, организованный усилиями Союза Найерян и Сообществом ООН в Свободном университете Брюсселя. На конференции выступил Тиграм Балаян, чрезвычайный и полномочный посол Восточной Армении в Бельгии, постоянный представитель при ЕС. Посол представил студентам события, произошедшие в 1988-2023 годах, историю Арцаха во всех ее слоях, движения, войны и переговоры. Посол также коснулся взгляда Восточной Армении на мирный процесс между Арменией и Баку, двусторонние отношения с ЕС, углубление сотрудничества и будущие совместные планы. Многим из присутствующих студентов было интересно узнать о возможности членства Восточной Армении в ЕС. В своих ответах Тиграм Балаян подчеркнул, что Восточная Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько готов к этому ЕС. Восприятие турецкой и армянской идентичности влияет на идентичность Амшена. С момента основания искусственной Турции по сей день содержание турецкой идентичности было предметом обсуждения, поскольку принципиальное и прагматическое определение постоянно смешивались, периодически чередуясь. Это объяснимо следующим фактом. Остатки имперского общества пытались создать национальную идентичность, основанную на правящем элементе. Время от времени упор делался на мусульман, оставшихся в Османской империи. Периодически после Чанаккали и Национальной Освободительной войны объединяя все элементы общества с разной этнической и религиозной идентичностью, пытаясь создать современную турецкую нацию, не имеющую национальности. Десятки организаций, которые старшие республики по возрасту заведены президентского герба, законодательство о внешних турках, обязательное присутствие учителя турка по национальности в школе для коренных народов и ряд подобных применений показывают, что турецкая идентичность в то же время имеет этническую связку. Следовательно, можно с уверенностью отметить, что предающие политики республики исламский оттенок выражение «мы создали новую нацию» является прагматичным. В результате смены топонимов давления, оказываемые на различные языки и диалекты прагматических высказываний, люди с разной этнической принадлежностью начали определять свою турецкую из-за ислама или в результате аналогичной судьбы идентичность. Данная ситуация, характерная для всех этнических групп, проживающих в оккупированной Западной Армении, оказала большое влияние на амшенцев. Это является причиной формирования представления об армянской идентичности. Можно сказать, что христианство является важнейшей частью армянской идентичности как для армян, так и для других. Во многих статьях об амшенцах армянские писатели осуждают амшенцев, перешедши в другую веру или вынужденных пойти на этот шаг, несмотря на то, что они говорят по-армянски и сохраняют армянские традиции. Аналогичным образом, во время обсуждения идентичности на странице Хатики, Общество изучения и сохранения культуры амшена в Facebook можно встретить множество следующих комментариев. Армяне никогда не отказывались от христианства, армянин, христианин, амшенцы, мусульмане, следовательно, турки. С этнической точки зрения турецкая идентичность человека, не являющегося турком, мусульманином или волею и судьбой проживающей на той же земле, как и бывшая армянская идентичность, исключающая тех, кто не является христианином, оказала важное влияние на формирование идентичности амшенцев. Аширет Эрмени Барто. Геноцид, совершенный против армян, стал причиной не только истребления двух миллионов армян, насильственной исламизации многих тысяч христиан, но и множества личных и семейных трагедий. Инстинкт самосохранения и выживания побуждал армян к невероятным поступкам. Одним из множества таких примеров является история одного армянского рода, именуемого Аширет Эрмени Барто. Этот Аширет смог выжить в тяжелейших условиях и даже сам факт его существования долгие десятилетия не был известен. Во время совершенного против армян геноцида также было согласно довольно многочисленное и богатое племя Барто, проживающее в провинции Джизре. Подвершись пути нападению, пять семей этого рода сумели бежать и найти пристанище на горе Джуди. Одна из этих семей называлась Мала Барто, то есть Дом Барто. Обосновавшись на горе и изолировав себя от внешнего мира, это племя прожило там около 25 лет, не имея понятия, что происходит в эти годы в Западной Армении и вообще во всем мире. Они даже не знали, что вместо развалившейся Османской империи образовалась Турецкая республика. Племя занималось животноводством и продолжало размножаться внутренними браками. Лишь через три десятилетия после геноцида этот армянский род рискнул спуститься с горы и обнаружил, что его прежними землями завладели курды. 8 марта на бакинском телеканале Иктимай ТВ был показан видеоролик, снятый в районе Каркажан оккупированного города Степанакерт. На видео показан разрушенный собор Сурб Анамена Паркеч Каркажана. Видео заглавлено как разрушенные албанские памятники в Ханкинди. Видео носит явно пропагандистский характер, где призвано служить основному тезису бакинской пропагандистской машине. Армяне арменизировали местные албанские церкви. Данный тезис не нов, однако по названию понятен еще один опасный тезис. Армяне якобы разрушили албанские памятники. Это видео также начали распространять в азербайджанских социальных сетях с заголовком «Разрушены и уничтожены албанские памятники в Ханкинди». На видео нет никакой информации и обоснования, когда был снесен памятник. Руины, показанные на видео, расположены в районе Каркажан на возвышенности оккупированного города Степанакерт. Согласно документам охраны зоны памятника, разрушенная церковь была названа церковью Сур-Амэна-Паркич. В административной границе современного Степанакерта еще в XIX веке находились Варарак, Каркажан, Пахлул, Неркиншен, Согомонишен и другие армянские деревни, свидетельства о которых сохранились в источниках XIX века. Вокруг памятника есть несколько фрагментов хачкаров, указывающих, что до нынешней церкви здесь была другая, более ранняя церковь или святилище, на месте которой, возможно, в XIX веке была построена нынешняя церковь. Судя по фрагментам хачкаров, они относятся к XII-XIII векам. На территории также есть надгробия с армянскими надписями. Согласно надписи, одно из надгробий принадлежит некой рипсиме Юагимян, скончавшейся в 1870 году. Кладбище и фрагменты хачкаров, найденные на территории церкви, указывают на ранее существование на этом месте церкви или святилища. В советские годы в селе Каркажан и вокруг церкви проживало много азербайджанцев. Последние превратили церковь в сарай и разрушили ее. Фактически, армянская церковь, построенная в XIX веке, в армянской деревне азербайджанцы в советские годы превратили в сарай. Для азербайджанской пропаганды она является албанской церквью, разрушенной армянами. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении группы Ладанива Пингел. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!